В этом видео я научу вашу собаку правильно реагировать, если кто-то ей предложит родить для здоровья. Стыдно. В принципе, если и у вас просят, когда дети, то можете также взять этот трюк на вооружение. Возможно, вы уже догадались. Сегодня речь пойдет про обучение команде «Стыдно». Это когда пёсель делает фейспалм. Но для начала с вас лайк и подписка на канал. А в комментариях напишите, в каких еще случаях ваш пёс хочет сделать трюк «Рука-лицо». В каждом ролике, посвященному обучению трюкам, мы говорим об их важности. Трюки – это обогащение опыта собаки, ее интеллектуального развития и уверенности. А сегодняшний трюк – еще и фишка для фотосессий и забава для окружающих. Давайте же переходить скорее к обучению. Для обучения трюка нам понадобится резинка для волос, желательно не сильно тугая, но которая будет удерживаться на ухе собаки. Скотч малярный или пластырь. Обратите внимание, пластырь взять не сильно липкий, чтобы можно было с легкостью снять с шерстью собаки без болевых ощущений для нее, ну и без шерсти. Любимое лакомство в меди мелких кусочков, чтобы было удобнее выдавать – кликер, если собака уже умеет с ним работать. Можно использовать в целом и голосовой маркер, но кликер позволяет более точно подкрепить собаку в нужную секунду нужного действия. Способы обучения. Один из способов – надеть резинку для волос на ухо собаки. Другой вариант – скотч малярный. Или пластырь на бровь собаки или на морду. Какой способ лучше подойдет вашей собаке – выбирать вам. Пробуйте. Некоторые собаки не пытаются снять резинку, а думают, что так и надо, а мешающий пластырь пытаются убрать. И наоборот. Первое. Надеваем резинку на ухо собаки. Или клеим на бровь малярный скотч, в зависимости от того, что используете. Клеим так, чтобы песелю это доставляло неудобство или мешало, и побуждало его поскорее избавиться от раздражающего предмета. Но ни в коем случае не крепим таким образом, чтобы собака испытывала какие-то болевые ощущения. То есть речь идет о легком дискомфорте. Второе. Соответственно, мистеру собаке, ну, не понравится посторонний предмет. Эта штука будет мешать, и наш песик начнет совершать нужное нам движение лапой. Дотягиваться ей до ушка брови таким образом, как бы закрывая мордочку и нос. Третье. За совершенное действие сразу подкрепляем кликером, если собака его знает. Или ярким маркером. Например, да, молодец. И выдаем кусочек лакомства. Отличное, молодец. Если собака после маркера или кликера продолжает стряхивать предмет, то вкусный кусочек можно бросить прямо под лапки, чтобы она его съела и перестала совершать эти действия. Внимание! Подкрепляем задействие лапкой, когда она тянется, убрать доставляющие неудобства предмет. Отличник! А не когда собака уже его сняла. Это очень важно. Стыдно? Есть! Молодец! Что-то было неправильно. Далее, когда собака уже не хаотично пытается убрать предмет, а более осознанно, переходим к следующему этапу. Надеваем резинку или пластырь. Далее, произносим команду. И дальше собака должна совершить движение лапой. Сиди. Стыдно? Есть! Отличный! Молодец! Стыдно? Есть! Супер, пёс! Классный! Стыдно? Стыдно? Есть! Отличный! Сидеть! Стыдно? Ну? Стыдно? 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 Есть! Отличный! Молодец! Отличный! Продолжаем закреплять результат. Первое. На следующем этапе надо миксовать наличие или отсутствие неудобного предмета. Иногда резинка есть, а иногда незаметно для собаки убираем, сами снимаем с уха. Второе. Закрепляйте результат. Команда, действие, подкрепление. Стыдно? Есть! Отличный! Молодец! Сядь! Сядь! Стыдно? Есть! Отличник! Суперский! Молодец! Еще раз хочу обратить внимание. Собака может начать ассоциировать команду «Стыдно» с действием «Снять, когда что-то мешает». Именно поэтому вводим команду почти сразу. Как у пёселя начинает получаться, нужно движение лапкой. А именно, когда лапка касается морды и носа. Стыдно? Ис! Молодец! Сядь! Стыдно? Ис! Отличный! Усложняем выполнение команды. Первое – начинайте обучение дома в отсутствии раздражителей. Второе – дома с раздражителями. Третье – на улице. Четвертое – на улице с раздражителями. И пятое – отрабатывайте дальше трюк в разных условиях. Вариации трюка. Можно учить, когда собака лежит и делает движение только одной лапой. Сидит и тоже тянет только одну лапу. Стыдно? Ис! Очень классно было. Можно разучивать эту команду из позы зайка с одной и двумя лапами. Но в таком случае ваш пёс должен уже уметь так садиться. Зайка? Стыдно? Стыдно? Ис! Также усложнением будет отработка команды на расстоянии. Назад. Назад. Стоп. Сидеть. Стыдно. 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 Ис! Отлично! Молодец! Воспитание животного – это не только про команды и послушание. Значимым аспектом полноценного становления собаки является её физическое, интеллектуальное развитие, которое достигается за счёт изучения трюков. К тому же трюки – это отличное времяпровождение с хозяином, улучшение контакта. Да и пёсели просто обожают такие штуки. Не игнорируйте этот аспект взаимодействия с вашим макроносом. А если вам нужна помощь в тренировках с вашим питомцем, и вы хотите стать настоящим профи в собачьем деле, тогда добро пожаловать на курс «Всё-всё», где целый блог посвящён изучению и отработке разных трюков. Кликайте по ссылке в описании. Взаимодействуйте с вашей собакой и учите её так, чтобы ей за вас не было стыдно. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем лав гав! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.